Наверное, один из первых вопросов это статус. Зачем мне вот эта вот квартира? Сказали ранее, мы уже понимаем о том, что есть какое-то разграничение. Нужно приобретать с разрешением МВД. Нет, не нужно. Хорошо, давайте пробежимся по этапам. То есть вот у нас строительство разбито на 8-9 этапов. Для иностранцев очень много подводных камней. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня тема нашего разговора это покупка и продажа недвижимости на территории Польши. В основном мы будем делать акцент, конечно же, для иностранцев. Сегодня у нас в гостях Галина. Это эксперт с большим опытом работы. Галина, большое спасибо, что уделили нам время. Спасибо, что пригласили. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Да, конечно. Меня зовут Галина Харламова. В недвижимости в Варшаве, в Польше я работаю уже 8-й год. Я юрист по образованию с подтвержденным дипломом в Университете Варшавском. Узнанный, признанный за равнозначность магистром Польши и Республики. Работаю с жилой недвижимостью, коммерцией, земельной участки. Это вкратце. Да, спасибо большое. То есть, ну, понятно, что у вас достаточная степень компетенции. Компетенции, чтобы давать ответы. Потому что здесь именно нас интересуют больше юридические тонкости. Какие-то базовые. Вроде все как везде, но вот для иностранцев очень много подводных камней. Наверное, один из первых вопросов это статус иностранца на территории Польши для покупки недвижимости. В каком статусе он должен пребывать и имеет ли это вообще какое-либо значение? Смотрите, говоря о статусе, нужно понимать, что первично, статус или дополнительные документы. То есть, если мы говорим об иностранцах, которые приехали на территорию Польши из-за границы Европейского Союза, чаще всего это наша Украина, Беларусь и так далее. Для приобретения недвижимости, квартиры, вам необходимо только иметь загранпаспорт. То есть, никаких дополнительных разрешений здесь не нужно. Немножечко сложнее будет, если мы хотим приобрести отдельно стоящий дом или земельный участок или недвижимость коммерческого назначения. Там уже будет немножечко сложнее. То есть, это можно сделать по туристической визе или по безвизу, правильно? Здесь абсолютно ничего вам не нужно. То есть, вы могли приехать по визе другой страны, по Шенген-визе, могли по биометрическому паспорту въехать. То есть, вы въезжаете на территорию Республики Польши, то есть, вы уже как-то легально сюда въехали. То есть, здесь нотариус при покупке недвижимости не проверяет, как вы въехали, как вы здесь оказались. Вам для того, чтобы приобрести такую недвижимость, вы показываете свой загранпаспорт. Хорошо. Ну и с того, что вы сказали ранее, мы уже понимаем о том, что есть какое-то разграничение. Какие-то объекты мы можем купить вне зависимости от статуса, а какие-то нет. Расскажите, пожалуйста, о чем здесь идет речь. Значит, смотрите. Как я говорила, что жилую недвижимость, квартиру мы покупаем только с загранпаспортом. Если мы хотим приобрести отдельно стоящий дом, земельный участок или недвижимость коммерческого назначения, нам необходимо получить разрешение Министерства внутренних дел Польши. Это разрешение всегда дается на конкретную недвижимость, то есть в таком сокращенном варианте процедура выглядит. Выбрали объект, подписали предварительный договор, после этого подаем документы в Министерство. Что проверяет Министерство? Министерство проверяет две вещи. Это связь с Польшей и что такое приобретение не противоречит стратегическим интересам в Республике Польши. При этом обращаю внимание, что вот эта вот связь с Польшей, это не то, что когда-то дедушка, бабушка или мама, папа, поляки и так далее. Связь с Польшей это то, что вы здесь находитесь легально, проживаете. То есть если у вас, к примеру, есть уже временный вид на жительство даже на один год, этого достаточно для того, чтобы подтвердить свою связь с Польшей и получить такое разрешение Министерства внутренних дел. То есть все возможно, нет ничего страшного, только нужно четко понимать, нужно ли вам в конкретном случае. Потому что у нас бывают, к примеру, люди, которые уже живут в Польше, у них есть карта постоянного побыта, к примеру, больше пяти лет. И они до сих пор пребывают в такой иллюзии, что им нужно получать такое разрешение. А в законе прямо указано, что нет. То есть там есть свои нюансы, исключение из исключения, когда иностранцу не нужно такое разрешение. То есть здесь мы при таких сделках всегда сначала идем к адвокату, спрашиваем, понимается, нужно нам разрешение или нет, получим мы его или нет. И это только потом дальше входим в процесс. Хорошо. Относительно данного разрешения, вот если простым языком, на какие объекты в обязательном порядке нужно это разрешение? Отдельно стоящий дом, земельный участок, коммерческая недвижимость. Хорошо. А по срокам, вот сколько занимает времени получение этого разрешения? То есть я так понимаю, скорее всего на практике иностранцы стараются этого избегать, получения. То есть искать все-таки те объекты, которые... Да, конечно, конечно. Если есть квартиры, смотрите, к примеру, у нас есть земельный участок, на нем стоит дом. Мы приобретаем квартиру. Иногда к этому земельному участку еще присоединена дорога. И покупатель помимо квартиры, помимо того, что он покупает процент в земельном участке и поддома, покупает еще процент в дороге. Дорога это уже нежилая недвижимость, и тут нужно разрешение министерства. Тогда возникает вопрос, зачем мне вот эта вот квартира с дополнительным бюрократическим процессом, если я могу купить другую квартиру в этой же цене, плюс-минус той же самой локализации без разрешения. Естественно, да, так будет проще. Тем же самым домам. Есть, к примеру, у нас таунхаусы, ближняки, дуплексы, да, ну, чтобы как-то это терминологию на русский перевести, у которых тоже есть статус. Есть, к примеру, дом в забудове Ширыговой или в дом в забудове Ближнячей, тогда нужно разрешение министерства. А бывает у вот такого вот дома, который разделен на две половинки, и вот эти половинки, они уже называются не дом в забудове Ближнячей, а локал-мешкаль. И тут тоже уже не нужно разрешение. То есть мы такую половинку покупаем точно так же, как и квартиру на нулевом этаже с полисадником без разрешения МВД. И тут большой такой восклицательный знак, потому что очень многие наши клиенты до сих пор думают, что квартиру на нулевом этаже с полисадником нужно приобретать с разрешением МВД. Нет, не нужно. Вот не нужно. Хорошо, но вы ранее упомянули, что адвокат принимает все-таки не то чтобы решение, а дает завершающий свой вердикт, нужно или не нужно. Вот как в вашем случае вы берете это на себя для того, чтобы провести оценку, какого-то помещения надо или нет, или все-таки нужно идти к адвокатам? Конечно же, я делаю юридический анализ всех документов. Если у меня есть стопроцентное, я вижу, что да, здесь не нужно разрешение, мы входим в эту сделку. Если у меня есть какие-то сомнения, то, конечно, я лучше подойду к адвокату, мы сядем. Ну, это такие, знаете, просто рабочие моменты. Вот, то есть я читаю нотариальный акт, вижу, что там есть учил в Дродзе, я уже понимаю, что там нужно разрешение Министерства внутренних дел. Спрашиваю людей, какие у них есть документы. Может быть, они уже получили гражданство, и тогда не нужно разрешение. Вот, то есть мы в процессе общения понимаем, вообще нужно нам идти к адвокату или нет. Если нужно, мы идем к адвокату, адвокат нам говорит, нужно разрешение или нет, вообще получит этот человек, этот покупатель или нет и так далее. Это все-таки достаточно рабочие моменты, то есть и очень индивидуально на самом деле. Хорошо, давайте пробежимся по этапам. Какие нужны первоначальные документы, да, там, что первый, второй, третий, сколько примерно это занимает времени? Давайте разграничим. Сначала или первичный, или вторичный рынок возьмем. Давайте первичный, а там чуть-чуть проще будет. То есть первичный рынок. Мы встречаемся с клиентами, проверяем, понимаем, какие у нас критерии поиска. Под эти критерии поиска наш клиент получает варианты недвижимости, говорит, окей, я хочу посмотреть вариант номер 3, 4, 5. Мы едем на место, знакомимся с застройщиком, знакомимся с объектом. Если нас все устраивает, мы выбрали какую-то квартиру, торгуемся по цене, подписываем резервационный договор. После этого подписываем умовы девелоперской. Это предварительный договор, который заключается обязательно в материальной форме между покупателем и застройщиком. После этого ждем, пока достроится. Подписываем окончательный договор купли-продажи застройщиком. Перед этим мы еще, конечно же, получаем ключи и переоформляем право собственности нового собственника. Это очень так. Я быстренько пробежалась по процессу, который занимает где-то 1,5-2 года. То есть столько-столько длится строительство. Из плюсов приобретения на первичном рынке мы не платим 2% ПЦЦ налог от гражданскоправовых сделок по даток от шинности цивильноправных. И мы получаем беспроцентную рассрочку на эти 1,5-2 года. То есть цена квартиры, она разбивается на 8-9 платежей. Что здесь еще важно? Важно здесь такой элемент безопасности. Вы никогда не оплачиваете деньги на расчетный счет застройщика напрямую. Вы всегда оплачиваете на специальный трастовый счет. То есть вот у нас строительство разбито на 8-9 этапов. Вы заплатили за первый этап, перечислив на трастовый счет. Банк, в котором этот трастовый счет открыт, приходит проверять, что фактически этот этап построен, только после этого перечисляя деньги за строчку. То есть вот этого риска недостроя, или что квартира не построится, или застройщик куда-то там бежал с моими деньгами. То есть вот этих вот рисков нет. У нас все это регулируется, устав Адабалабарская называется, которая вообще по своей сути построена таким образом, чтобы защитить права покупателя. Таким образом. Да, но получается здесь, что застройщик должен строить за собственные денежные средства. Не всегда. Иногда они берут кредиты. Иногда они какую-то часть денег, ну как бы в процессе уже начинают дальше использовать деньги покупателя. То есть с разными моментами. Хорошо. А в плане инвестиций, насколько это вообще ликвидно? Вот если покупать на самом начальном этапе, цена в последующем возрастает, или это не имеет значения? Значит, смотрите. Если сравнивать, к примеру, с опытом многих моих клиентов, к примеру, в Украине, они покупают на этапе котлована, потому что есть риск, что они построятся, никто не знает, построятся или нет. И когда уже дом построен, то цена, естественно, совершенно другая. В Польше нет такого риска. То есть у нас цена растет не за счет того, что есть риск построиться или не построиться. До этого момента у нас цена росла на основании в связи с ростом цены вообще на рынке. То есть это нужно очень четко понимать. Как цена себя поведет дальше, это вопрос. К сожалению, у нас нет такого стеклянного шара, чтобы посмотреть, что будет дальше с ценой. Тем более геополитическая ситуация тоже имеет место быть и влиять на наши внутренние процессы. Поэтому я бы здесь не загадывала.